War Leaders – Clash of Nations The Chronicles of Spellborn Любопытную MMORPG разрабатывает голландская студия Keon Games Игровой процесс The Chronicles of Spellborn представляет собой невероятный микс довольно оригинальных идей гейм-дизайнеров Путешествуя по плывущему в пространстве островку Dead Spellstorm, тебе предстоит столкнуться с противостоянием человеческого племени и сверхъестественных существ Особый акцент делается на то, что во время сражений главным будет не то, какой уникальной вещью владеет персонаж, а насколько хорошо он ею владеет В основу будущей MMORPG заложен пламенный мотор Unreal Engine 2.5, что в общем внушает определенные надежды Кстати, разработчики тактично намекают о возможности изменения окружающего мира Что на самом деле значат эти слова, мы узнаем уже совсем скоро Champions Online Студия Cryptic продолжает развивать успешно заложенные еще в City of Heroes идеи в очередной MMORPG под названием Champions Online На этот раз тебе предстоит создать собственного сверхгероя, противостоять которому будет соответствующий суперзлодей Движок игры и общая стилистика во многом напоминает City of Heroes Но благодаря отсутствию ограничений Марвеловской вселенной, Champions Online смотрится очень бодро Запуск ожидается в 2009 году Requiem Bloody Mayor Разработчики из компании Gravity Interactive представили на ваш суд свежий ролик из онлайновой игры Requiem Bloody Mayor Здесь изюминку довольно обыденной сбеглого взгляда ролевушки придает фирменная боевая система Литры крови, мириады всевозможных спецэффектов и возможность во время боя превращать своего героя в сверхмонстра Выглядят очень сочно и приятно дополняют не слишком роскошную графическую картину Сюжетная линия игры развивается в мире, погрязшем в жестокости и насилии, где исчезла грань между живыми людьми и выходцами из ада Вот-вот начнется жуткая резня, подробности о которой мы и узнаем уже совсем скоро UEFA Евро 2008 Этим летом в Австрии и Швейцарии пройдет чемпионат Европы по футболу И, конечно, Electronic Arts не сможет оставить это событие без внимания Изменений в UEFA Евро 2008, впрочем, не слишком много По традиции в игре в первую очередь будут представлены все команды, пробившие себе путь в финал чемпионата Помимо этого, ожидается множество непопавших европейских сборных Их ты сможешь довести до финала уже собственными усилиями Из интересного, два свежих режима В Captain Your Country игрок может сам завоевать право носить звание капитана команды А в онлайновом режиме Battle of the Nations обещаются настоящие межнациональные дуэли Выйти игра должна 11 апреля этого года Sacred 2 Fallen Angel Вторая часть достойного ролевого слэшера Sacred 2 Fallen Angel все еще на пути к релизу И пока заботливые немцы доводят игру до финального блеска Мы знакомимся со свежим видео, демонстрирующим текущий игровой процесс Игра перешла в полное 3D, но при этом совсем не потеряла своей внутренней глубины и динамики Вопрос о балансе сил и сбалансированности всех аспектов игры все еще остается открытым И разработчики решили придержать коней, перенеся дату выхода на осень этого года Sacred 2 нужно время, чтобы созреть Мы подождем Stronghold Crusader Extreme Сотни крестоносцев и сарацин сойдутся в невероятно жаркой схватке под названием Stronghold Crusader Extreme Эволюционное переосмысление старого хита, представляющее собой наглядное правило «хорошего много не бывает» выглядит совсем неоднозначно С одной стороны, таких масштабов вселенная Stronghold еще не видела С другой, реанимировать хит на том же самом движке и с тем же уровнем графики в 2008-м Это чересчур смелая затея Насколько она окажется удачной и ожидает ли нас волна всевозможных переизданий А-ля Command & Conquer Tiberian Sun Extreme и Warcraft 3 Extreme мы узнаем совсем скоро LEGO Batman The Video Game В то же время ребята из Traveler's Tales не сомневаются в эффективности приведенной формулы успеха Совсем скоро выходит безумно ожидаемое LEGO Batman The Video Game Продолжающая идеи LEGO Star Wars, игра представляет на суд геймеров, полюбившихся персонажей вроде Бэтмена и Робина и многих-многих других Движок и визуальная сторона остаются на прежнем уровне В то время как количество и качество веселья на единицу игрового пространства ожидается куда как больше Ждем с распростертыми Lost Via Domus Столь ожидаемый многочисленными фанатами сериала Lost, одноименный игровой проект от Ubisoft, к сожалению, так и не смог оправдать наших ожиданий Игра практически повторила судьбу большинства крупных проектов по лицензии, не сумев выйти за рамки стандартной коммерческой разработки Безусловно, это возможность для фанатов сериала по-новому взглянуть на знакомых персонажей Но вряд ли даже они смогут оценить ее по достоинству Финальный вердикт игре мы вынесем совсем скоро Pure Завершает нашу новостную подборку невероятно ядреный ролик сумасшедших гонок на квадроциклах Под дерзким названием Pure Внутри нас ждут предельные экстремальные трюки на виражах, красивые природные ландшафты и бездна настоящего драйва Саму игру мы увидим лишь ближе к зиме, а зарядиться адреналином можно уже сейчас, посмотрев на эти зажигательные Pure кадры